Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое поем и славим. Этими словами озаряются возлюбленные Господи, братья и сестры, третья неделя Великого Поста, и в течение четвертой седмицы Великого Поста на храме будет возлежать честной и животворящий Крест Господень. Честное древо, в тени которого, шествующее к Светлому Христову Воскресению, к празднику нашей жизни, к празднику торжества, победы жизни над смертью, укрываются от зноя своих страстей, от борения дьявола, и Церковь поет, «Иже крестом ограждаем, врагу противляемся». То есть мы, которые ограждаемся крестом, противляемся врагу нашего спасения. Враг нашего спасения, дьявол, по слову святого апостола Петра, ходит, как клев, рыкающий, ища, кого поглотить. Но в то же время Господь, создавый нас из перстей земной, говорит, что Он желает, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Человеколюбие Божие распростирается настолько сильно, что обнимает всю Вселенную. Человеколюбие Божие не вмещается разумом человеческим. И поэтому, когда мы говорим о кресте, то вспоминаем слова апостола Павла, «Для иудеев крест – соблазн, а для эллинов – безумие». Господь настолько, Бог настолько возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Почему для эллинов это безумие? Почему для иудеев это соблазн? Для иудеев крест Господень соблазн, потому что их представление о Мессии было таковым, что должен прийти царь, который покорит все народы, именно таким чаянием и ожидает заблудший народ пришествия Антихриста, как своего Мессию они его примут. А безумие для эллинов – крест Господень, потому что крест был позорным орудием казни. Сколь велико уничижение Божие! Насколько себя смиряет Господь, есть в богословии такое слово, кенозис – уничижение. Насколько себя смиряет Господь, что Он сходит до креста и даже до глубин ада. Он принимает позорную казнь, потому что в Римской империи распинали на кресте с позором, и человек распытый всегда был презираем. Но наш Господь обратил орудие казни в орудие нашего спасения. Крест для христианина – это даже больше, чем для государства флаг. Потому что крест Христов – во-первых, ангелов слава, во-вторых, демонов язва, как поэтически воспевает Церковь. Третьих, крест Христов – является орудием на дьявола и является орудием нашего спасения. Ведь крест Христов – это животворящее древо стало вторым древом познания добра и зла. Потому что, согласно священному ученику Иеринею Леонскому, Христос является вторым Адамом. И Он проходит тот же путь, что первый Адам, исправляя Его промахи. И таким образом, крест является тем священным древом, через которое восстанавливается гармония между Богом и человеком, восстанавливается единство между небом и землей. И сам крест изображает собой пересечение земли, что обозначает горизонтальная перегородка, и небо, куда восходят наши взоры, когда мы смотрим на главу нашего Спасителя. На кресте, православном кресте, Господь стоит торжествуя, как победитель. И мы можем увидеть разницу между латинскими изображениями распятия и православной стабрографией. Мы можем увидеть, что если в западных изображениях на кресте Господь провисает, и там делается акцент на трагизме, на том, что Господь умер за нас, то в восточной традиции, в православии, мы видим Христа торжествующим. Видим Христа победителя смерти, который стоит, распростирая свои объятия, чтобы своей любовью объять каждого из нас. И лишь склоненная на право глава символизирует собой в изображении иконописном тридневную смерть Христа Спасителя. Без Голгофы и распятия невозможно было бы воскресение Христова. Без распятия и уничижения Господня невозможно было бы наше спасение. По слову преподобного Максима Исповедника, Христос становится жертвой за нас. Он распинается как жертва за грех. Сам, будучи невинным, по слову преподобного Иоанна Дамаскина в точном изложении православной веры, Христос во всем подобен нам, кроме греха, воспринимает все цело наше естество, нашу природу, для того, чтобы ее исцелить от греха. И, будучи невинным, Господь страдает на кресте. А теперь взглянем каждый на свой жизненный путь. Каждому из нас Господь попускает те или иные обстоятельства. Господь попускает болезни, скорби. Жизнь человека, вкусившего грех, неминуемо сочетается с горестью. Человек, испытавший последствия греха и весь род человеческий, знает, что такое боль, плач, стинание, войны, болезни. Каждый из нас несет свой личный жизненный крест. И без креста невозможно спасение. Помните, братья и сестры, когда Господь висел на кресте, был распад ради нас и ради нашего спасения, Ему говорили, сойди с креста. Но Господь с креста не сходил, потому что в этом является Его любовь к каждому из живущих на земле во все времена и во все поколения. У каждого свое горе. Кто-то не может найти мира в семье. Кого-то муж бросил, у кого-то у жены не в порядке с головой. Кто-то несет тяжбу ухода за больным человеком, заприкованным к постели. Кто-то несет тяжбу ухода о недугающем ребенке. У каждого крест свой. Кто-то вынужден нести крест бедности. Кто-то нести крест неизлечимой болезни. Но, оказываясь со страждущим человеком рядом, каждый из нас должен понять, что когда мы рядом с тем, кто разделяет... Когда мы рядом с тем, кто испытывает страдания, кто испытывает горечь, боль, и кому невыносимо тяжело, если мы разделяем это горе, разделяем это страдание, то близок к нам наш Спаситель, Господь Иисус Христос. Святитель Игнатий Бринчанинов говорит, что нету такого креста, не дает Господь такого креста, который был бы не по силам христианину. И поэтому, в какие бы мы жизненные обстоятельства не попадали, из-за наших грехов или из-за того, как Господь устраивает промысл о нашем спасении, будем помнить, что наш Спаситель, Бог, ставший человеком и не переставший при этом быть Богом, зашел на крест, на позорное орудие казни, претерпел страшную муку, а после того и в ад зашел для того, чтобы освободить праведника. И Господу было, несомненно, еще хуже, чем самому страдающему во все времена человеку. Наш Господь через крест являет любовь. И в Евангелии мы сегодня слышим, если кто хочет душу свою спасти, тот ее погубит. А кто погубит душу свою ради креста и Евангелия, тот ее спасет. Любовь христианская – это любовь, исполненная самоотвержением. Та любовь, которая не ищет своего, она принимается Богом, и она является ключом к тому, чтобы мы пришли к Богу. Преподобный Алексей Голосеевский, наставляя своих духовных чад, говорил, «Вначале Кресту Твоему поклоняемся Кресте, а уже потом в Святое Воскресение Твои поем и славе». За каждой скорбью, за каждой слезой и за каждой горестью приходит сладость благообщения, если человек это переносит безропотно. Да укрепит нас Господь, чтобы, поклоняясь честному древу Животворящего Креста Господня, находя укрепление и ободрение в Его тени, Господь сподобил бы нас встретить и Его преславное Воскресение, даровавшего жизнь миру и даровавшего нетленную радость, которая благодаря Голгофе ощущается сугубо. Аминь. Спасибо, Господь. Спасибо.